Снова здравствуйте! Снова с вами я, Михаил, канал Картавый Блогер. И сегодня мы делаем полноценный обзор на новинку Blackview P2. Это настолько интересный был смартфон, что я заказывал его в том числе для себя. То есть я полностью хотел на него перейти. Мне очень сильно нравились его характеристики. Но я разочаровался. Ну, ребят, честно, я разочаровался. То есть, смотрите, начнем с того, что когда здесь лежит телефон, он, видите, болтается. То есть мы возьмем примитивную, скажем, E7. Пойдет E7? Вполне пойдет Blackview E7. Мы берем упаковку и смотрим. Да, есть такая вот защитная часть, которая не дает телефону болтыхаться. Да, и мы знаем, несмотря на то, что упаковка до безобразия простая, ее посылают вообще без пупырышек, без чего-либо. Да, ей ничего не будет. Она очень жесткая. Здесь же, ну, тебе вот его присылают вот так вот на почте. Бух-бух-бух-бух-бух-бух. Блин, ребят, ну как так-то? Это у вас флагман фактически, да? Это самый дорогой Blackview, который, я знаю, может, там, конечно, сейчас есть что-то еще там более дорогое. Блин, ну так не должно быть. Продолжим мы чем? Продолжим тем, то, что... Ну, ребят, это что такое? Сейчас попробую навести. Ну, у меня еще худо-бедно, да? Я фотографии сейчас вам выложу. Посмотрите лучше фото. Как так может быть? Ну, блядь, вы делаете телефон. Телефон стоит, да, там, 12 тысяч, его начальная цена. Чего вы не можете вот ЭГшки сделать сами? Вы не можете на них написать Blackview? Блядь, чё это? Ну, это писец как сложно, что ли, ребята? Какого ляда вы делаете? Охрененный черный цвет. Он обалденен. И это... Это что за порнография белого цвета? Издевательство? У вас что? У вас там жаба задушила взять, пойти где-то там заказать нормальную ТГ, которая будет стоить в ваших масштабах, ну, вообще, 2 копейки, да? Вот. Вы там за эти 2 копейки берете, делаете черную ТГ. Черный, мать его, кабель. Черная, мать его, наушники. К моему черному, мать его, телефону. Хрен тебе через все лицо. Будь любезен, получи белые говнонаушники, белый говнокабель, белый говнОТГ. Ну, нормально, чё за 12 тысяч? Хороший подход к покупателю. Ну, блядь, ну вам. Да эти 2 называется. Ну, это так. Это мелочи, это лирики, это немножко накипело, бомбануло, ну и так далее. Можно назвать как угодно. Давайте комплектацию все-таки в расчет брать не будем. Тут они обделались просто по самой неболусе. Другое слово я могу подобрать, но в уголок подонка видео убирать не хочется, поэтому давайте рассматривать сам телефон. Да, то есть мы же в первую очередь берем телефон, кабель, ну, можно покрасить гуталином. Хрен с ним получить черный кабель, покрашенный гуталином. Да, может быть, там, купить черный кабель в конце концов. Бог бы с ним. Наушники, да, дремные все равно на выброс, да, то есть, ну, опять же, бог бы с ним, да, там, купили хорошие наушники, там, все, пользуемся. С другой стороны, да, я вот недавно тестировал Xiaomi, ну, они стоят дешевле даже, да, там чуть послабее, но вопрос оптимизации. Что мы имеем здесь? Мы имеем здесь 4 гига оператива, 64 встройки, камера интерполяции до 18 мегапикселей, самсунговский глазок, там, против отпечатков пальцев. При этом, вы знаете, ну, вот по чесноку, да, вот-вот-вот, бах, палец прислонил. Видно, да? Ну, да, наверное, конечно, меньше там отпечатков, но все равно отпечатки есть. По весу. Ребят, ну, он тяжелый. Реально достаточно тяжелый, прям вот, как будто ты держишь кусок металла. При этом, если вот кнопки более-менее хорошо, слышите? Кнопка включения как-то позвякивает. Ну, не должно так быть. В остальном, все чудесно, все хорошо. Сканер срабатывает, проблем никаких нету. Ну, вы знаете, вот, ну, я просто сейчас тестировал Xiaomi, там, конечно, сканер срабатывает, ну, гораздо быстрее. Количество времени, которое уходит на срабатывание, меньше. Ну, давайте по поверхности, давайте, например, пробежимся. Да, то есть, вот мы берем и, например, заходим в контакт. Мы заходим в контакт, вот она отдельная графа контакты, и тут можно искать по буквам, да, там. А вот наша звонилка, вот она, наша звонилка, и здесь получается беда какая? А мы, например, идем вот сюда. То есть, вот эта вкладка, вот эта вкладка на всех телефонах, она является контактами. То есть, да, мы берем, вот, смотрите, ребят, да? Еще раз, вкладка, контакты, поиск, введите имя или номер телефона. Хорошо, давайте введем имя или номер телефона. Ну, например, А. А что, у тебя на А никого нету? Там, Олег-Сей, например, да? Нажимаем поиск. Что, Алексея у меня в записной книжке нету? Давайте возьмем просто букву А, нажмем поиск. Хрена лысого тебе через всю морду, короче, а не поиск через вот эту вот херню. Ребят, ну что за убогость? Как можно, да? То есть, вот набранные, вот контакты, контакты не ищутся, да? По имени не ищутся. По номеру телефона, да, уже начинают искаться. По имени хер. Ну, вот как так? Я не понимаю. Я не помню номер. Я знаю, как у меня человек записан в записной книжке. Почему не так? Так, давайте, придем, например, к камере. Камера, в принципе, снимает, ну, достаточно хорошо, да? То есть, там, настройки разные есть. Все это красиво, все хорошо. Но, ребят, ну, давайте по-чесноку. Если взять и, скажем, позвонить по WhatsApp, видеозвонок сделать, то себяшная камера будет настолько темно тебя показывать. То есть, вот если ты ей фотографируешься, все светло, все, чина-чинарем, вопросов нет. Звонок по WhatsApp, у меня получилась какая-то фигня. Не знаю, может быть, это вот... Ну, вот у меня получилась фигня. Позвонить нормально не получилось. Что у нас тут еще? Ну, давайте поговорим про аккумулятор. Да, где мы там поговорим с тобой про аккумулятор, например? Вот она, батарея. Чуть раньше, в 7 утра я сегодня встал. Была такая беда. Потом лег... А, это я снял с зарядки, лег, да, и вот где-то вот начал бодрствовать. Показывает то, что осталось 85%. Эти 85% показывают, что хватит на день и 9 часов. Wi-Fi ест, ожидание ест, экран ест. Ребят, не обольщайтесь. То есть, вот отдельно посмотреть, сколько у меня сожрали игры, у меня почему-то не получается, я их здесь не вижу. Я привык, потому что ты открываешь и видишь, да, там гапсы жрут столько-то, это жрет столько-то. Здесь нет, все, вот экран. Wi-Fi 6% сожрал. Как так-то? Ну, я не понимаю, ну... То есть, мне надо брать чего-то там, оптимизировать, да, там, что-то там... И тут там нажатие надо там сделать, чтобы это там увеличивалось. Ребята, вы 6000 аккумулятор сюда заходите. Засунули, какого ляда я его должен экономить? Ну, я не понимаю. То есть, да, это тяжелый, достаточно тяжелый телефон. 6000 это объемный аккумулятор. И я должен его экономить. Ну, как так-то? Ну, я этого не понимаю. Так, давайте, давайте сделаем следующее, да, посмотрим, насколько у нас... Ну, отключим Wi-Fi на всякий случай, посмотрим, насколько у нас шустрый 4G интернет, а посмотрим мы все это делаем. А, еще я что понять не могу. Да, обычно вот берешь там иконку, и в иконку прячешь, и там получаются они такие маленькие, в папочке маленькие иконочки. Нет, здесь это выглядит вот так. Одну ты ставишь на основную, и остальные вот так вот прячутся. По мне это как-то, ну, короче, меня это немножко раздражает. Можно, конечно, к этому привыкнуть, но, по-моему, это неправильно. Так, ну, а че ж ты, где ж ты? То есть, вот они взяли тупо коробку от R6, R6, да, у меня недавно был R6, приклеили сюда P2 и сказали, все, ништяк, теперь у нас здесь лежит P2. Ну, то есть, ребята вообще не изгалялись. Ну, не должно так быть. 12 тысяч телефон стоит, ну, вы че? В общем, прям вот... А R6 стоит там где-то 6200, да, то есть, там, 3 гига оператива, то есть, там, ну, аккумулятор там 3000. 6200 и 12, это, ну, все-таки разные суммы, согласитесь, это в два раза. За что? Ну, там, блин, покрасили гуталином сам телефон и такие, о, давай там в два раза больше заплати. Ну, не знаю, короче, че-то вот как-то вот... Мне сейчас надо лететь в одно место, да, меня интересует живучий аккумулятор, ну, я по ходу дела перейду на свой Asus Zenfone Max 5000, возьму его, потому что, ну, будет в плане автономности, ну, более надежен. Ну, да, стабильный пинг 19, передача от 1899 до 2128 и получение от 1042 до 1201. То есть, скорости, в принципе, да, нормальной, хорошей скорости. То есть, в этом отношении проблем нет. Никаких переходников, адаптер не надо, да, в этом отношении все хорошо. Вот темные, все вот стандартные, которые темы есть, темные. То есть, их поменять можно, но они темные. Да, достаточно громко кричит. Вибро, ну, опять же, чувствуется. То есть, в этом отношении все хорошо. Есть косяк то, что ты вот набираешь телефон с записной книжки, либо с контактов, либо с исходящих. А он, знаете, каким становится? Сейчас попробую показать. А он становится вот таким вот. Неизвестно. Вот таким вот он становится. Ребятушки! Номер-то, блин, мне как посмотреть? То есть, вот я звонил, куда я звонил? Что я звонил? Кому я звонил? Ну, как так-то? Вот еще, например. И? И? Дальше-то что? То есть, вот, да-да, мне продиктовали номер, я там позвонил, о чем-то поговорил, о чем-то договорился, да, бах, лезу в исходящие звонки, а мне хрен тебе через всю морду. Неизвестно, кому ты звонил. Все, ты что там, а любовницу шифровать там решил? Или что это, ну, то есть, ну, о чем ты думаешь? Непонятно. Что с этим делать? Как с этим бороться? Я не знаю. Ну, возможно, это пофиксят. Скорее всего, это пофиксят. Бак этот уберут, будет хорошо. Но в данный момент меня это бесит. Ну, честно, меня это бесит. Так. Пять сек. Давайте мы с вами... С вами давайте посмотрим GPS-тест. А я ездил, пользуясь этим телефоном, как навигатором. Не вопрос качества отображения, отвалов нету, все хорошо. То есть, спутники держат, показывают точно. Че это? Куда это? Зачем это? Ау! Я бы ты. Вот ты. Точность, да? Шестерка, это, ну, это хорошая точность. 10 спутников он использует. Из 17, которые видят. По GPS-у вопросов вообще никаких нет. Так. Что у нас там? По скорости закачки. Со скоростью интернета вопросов никаких нет. Интернет шустрый. А в этом отношении все хорошо. Так. Ну, что сделаем? Давайте, наверное, синтетику посмотрим. Кстати. Мультитач. Да? На количество касаний. А зачем вы, молодой человек, пальчики тыкаете? Пять касаний. Зачем вам больше? Ну, вы что, молодой человек? Все. Пять касаний. Больше нам совать не надо. Ну, и что, что телефон стоит 12 тысяч? Че вам? Пяти касаний мало? Ничего не знаем. Xiaomi, Xiaomi. Десять касаний. Пять. Все. Довольствуйтесь малым. За деньги большие. Я думал, это будет прикольный, хороший телефон, который я смело буду держать регулярными товарами. Lenovo из Китая Vibe P1 больше ходить не будет. То есть, последние продаются. Все. Как и Vibe Shot. Он исчезает. Я думаю, ну, наверное, это будет замена. Да хрен там пролавал. Я не знаю, куда их девать-то. Ну, как бы вот. Не тот этот телефон, да. Ну, в общем. Расстроил он меня. Так тут, если. Че ты такой долгий-то? Алло. Алло. Угой. Ребят, как думаете, это телефон затупил или программа? Открываются результаты. Пожалуйста, ждите. Ну, подождем, подождем. О! Результаты. Та-дам! Фондю любви! Ребята, значит, сейчас будет резюме, следом фото, плюс в описании к видео можете посмотреть на исходнике фотографии, насколько хорошо фотографирует, а я его все-таки срезюмирую. Если смотреть тупо на характеристики, да, они прикольные, они классные, они хорошие. А если им пользоваться, ну, да, худо-бедно, все хорошо. По-честному, да, ну, не стоит он тех денег, за которые он стартовал. То есть, 12 тысяч это все-таки много, да, вот, а пятый 3 тысячи. Не вопрос, классный телефон за эти деньги. А восьмой, там, где-то в районе 3-х 700, не вопрос, хороший телефон за свои деньги. А Е7, там, по-моему, 4-700 сейчас стоит, да, хороший телефон за свои деньги. Ребят, а РС-6 за, там, 6-6-200, хороший телефон за свои деньги. P2, ну, хрена лысого, они 11 тысяч, ему цена. Цвет супер, все классно, все хорошо, но 11 тысяч, нынешний 11, стартовал с 12. Ну, все-таки, вот, ну, не вытянули они его, да, я тут недавно тестил Xiaomi разное, разнообразное, да, которые в этом же бюджете, ну, они существенно будут его уделывать. Да, аккумулятор 6 тысяч, ну, да, в цифрах классно, в жизни. Ну, вы знаете, вот, Asus Zenfone Max у меня был самый долго играющий. В итоге, не знаю, ради цвета, ну, и тяжелый, там, в кого-то кинули, чтобы больно было, ну, наверное, классно. Ради фоток, ну, в общем, очень большой вопрос, да, либо надо подождать, когда он подешевеет, хотя бы тысяч до девяти, ну, либо, наверное, обратить внимание, все-таки, на какую-то другую модель. А есть у меня еще два BlackVic P2 черного цвета, хотите, я вам их, не вопрос, продам, и, видимо, регулярным товаром у меня этот телефон не будет. Хотя он мне изначально очень сильно нравился, а сам я пользоваться, наверное, им не продолжу, то есть, вот, я с ним походил, тесты снял, я хотел перейти на него, вот, походил, снял тест, да, вдохновился и разочаровался, вот, примерно так. Смотрите фото, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, всегда им рад, ну, и до скорых встреч, всем всего, с вами был я, Михаил, канал Картавый Блогер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok